Всем привет, мои хорошие! С вами Аки Эмили. И сегодня у нас с вами Мукбанг. Вчера не было видео, поэтому сегодня будет аж два. Вчера у меня было отвратительное настроение, были немножко проблемы. Поэтому я решила не снимать. Я снимаю всегда, когда у меня есть вдохновение, когда хорошее настроение, когда вкусная еда. И сегодня у нас с вами рулетики из грудки. Это обалденное просто блюдо. Посмотрите, как классно это все выглядит. Рецепт, как всегда, в инфобоксе. Переходите на iCook, смотрите, как это все дело готовится. И кушайте вместе со мной. Также у меня здесь вода с лимоном. У меня низкое давление. К сожалению, мне нельзя пить много воды с лимоном. Но так хочется. Итак, о чем мы будем сегодня с вами болтать? Тема у нас такая. Лицемерие подруг и что с этим делать? Мне девчонка, вчера Рита Игнатьева, она написала огромное просто сообщение о том, что ее предавала лучшая подруга. Я просто хотела бы вам рассказать свою историю с подругой. Здесь зубочистки нужно быть аккуратным. Я прям буду кушать руками, ребят. В общем, у меня была подруга. И у этой подруги был срез. Месяц был, по-моему, апрель или май. Ей нужно было заплатить за срез 300 монат. Вроде сумма небольшая, но для студента, у которого нет денег, он нигде не работает. Только что закончил школу. По-моему, первый курс был. И она училась в Баку бизнес-школа. Ну, это универ так назывался. Ну, в общем, у нее был срез. И получается, что им нужно платить за срез в мае, если ты хочешь посидеть на уроках и пересдать его в следующем семестре, в следующем году. А нам нужно было заплатить сначала в конце августа, в начале сентября где-то. Она, естественно, дома говорит о том, что у нее срез не хотела. Ей нужны были деньги. У меня были эти деньги, но я понимала, что через три месяца мне тоже платить за свой срез. Вот такие мы тупорылые подруги были. Ну, в общем, я объяснила ситуацию, что у меня деньги есть, но они мне максимум 15 сентября не нужны. Если я не заплачу до 15 сентября, то меня не допустят к этому предмету. А, следовательно, этот предмет останется на следующий год. Вот. А в следующем году может быть другой срез и так далее. Ну, в общем, проблем до хрена. Я ей объяснила, что впереди лето. В принципе, я могу тебе дать деньги, но ты можешь поработать и отдать их мне. Но в сентябре мне они обязательно, просто нужны. Она сказала, что окей, без проблем, я поработаю. Здесь у нас вот везде продавщица нужна, не знаю. Три месяца это зарплата в три раза больше, чем эта сумма. То есть я с легкостью тебе отдам эти деньги, даже не переживая по этому поводу. То есть в сентябре деньги будут у тебя. Я такая не запариваюсь, и один раз летом, где-то был июнь, я ей говорю, что вот объявление там насчет работы. Я ей говорю, может, ты устроишься, время тоже идет. Она сказала, ой, не парься, говорит, у меня парень, он отдаст. То есть даже не заморачивайся по этому поводу, делать мне нечего, где-то продавщица работать, мой парень тебе отдаст в сентябре. Я говорю, ну окей, да. Просто я ей объяснила, что действительно дело не в том, что я просто хочу вернуть свои деньги. У меня тоже проблемы. Если я не возьму этот предмет в сентябре, он у меня останется на следующий год. А на следующий год у меня может быть другой срез. И тогда он останется еще дальше, понимаете? То есть это как комок. И потом, кто учился в Карб-университете, тот знает. Сейчас, например, по этому предмету срезавшихся много. И ты должен взять этот предмет по дешевой цене, да, так скажем. А если ты его возьмешь, например, через год, когда уже все сдали этот предмет и группы уже нету, тебе нужно платить в три раза больше. Я ей изначально объяснила это все. У нее есть три сестры. Ой, две сестры и брат. Вот я ей объяснила это все. И она меня поняла и сказала, не парься вообще, мой парень тебе отдаст эти деньги. Проходит, значит, время. Уже сентябрь. Мне, то есть с конца августа и до 15 сентября нужно заплатить. Я ей говорю об этом. И она мне говорит, вот мой парень меня подвел. Он сказал, что отдаст эти деньги, а сейчас говорит, что у него этих денег нету. Я такая, господи, что теперь делать? Как-то пытаюсь, узнаю, у кого можно взять в долг. Но я реально такой человек. Мне очень стыдно брать в долг. Может, в жизни я, не знаю, помню, ни разу ни у кого никогда не брала в долг. Мне легче пойти, не знаю, продать свое золото. Что я и сделала. У меня было раньше очень много золота. И я продала цепочку с кулоном Ангелом. Кто видел на моих старых фотографиях. Хотя нет, вы не видели. Наверное, я уже удалила эту фотографию в Инстаграме в самом конце. Я продаю ее. Но все равно у меня сумма получается... То есть полсуммы. Все это время моя подруга. Она покупает себе одежду. Одежду своим этим. Все, все равно я ничего не говорю. По этому поводу. Потому что как-то стыдно. Постоянно говорить про деньги и так далее. И вдруг моя подруга Заявляет мне, что я расстаюсь с этим парнем. У меня появился другой. Но это ее личное дело. Мне как-то параллельно. Он меня так подвел. И так далее. Расстанусь-ка я с ним. Что я могу посоветовать человеку? Это ее жизнь. Она решает... Я как бы была не против этого парня. Потому что он всегда ей в плане денег помогал. Хотя они вместе учились в одном университете. И то есть он тоже был студент. И она и по идее не обязана за все платить. За все ее эти... Долги и срезы. Срез я хочу объяснить тем, кто не живет в Азербайджане. Это, например, вы не сдали экзамен. И вы должны заплатить и еще раз отсидеть этот экзамен. То есть вы покупаете этот предмет заново и еще раз заходите на экзамен. То есть полгода опять учите этот предмет. Не бесплатно, естественно. Как-то один раз я еду в метро и встречаю ее уже бывшего. Прошло где-то, наверное, три недели. Как они расстались, у нее появился другой сосед сверху. Ну, в общем, это ее личное дело. И здесь ничего такого нет. Я специально не называю имена, не знаю фамилии и так далее. Просто рассказываю, как во факту это было. Встречаю я, значит, ее бывшего. И он мне говорит, что, Айка, давай выйдем из метро. Здесь неудобно говорить. И на улице поговорим с тобой. У меня есть где разговор. Вышли мы из метро. И он мне говорит, Айка, мне моя девушка, твоя подруга, она сказала, что ты ее достала, постоянно прессуешь ее из-за денег. И ты тоже, говорит, не отдал. Я на тебя надеялась. Она каждый день на меня наезжает. Вот прям слово прессует меня из-за денег каждый день. Ребята, я всего два или три раза ей сказала. То есть я сказала один раз летом, когда мы проходили около магазина. Я ей сказала, что ты можешь устроиться на работу. И потом, когда мне нужны были эти деньги, что значит, я тебя прессую? Ночу какой-то зэк, чтобы тебя прессовать. Мне так неприятно стало. После встречи с этим парнем, я сказала, что это в корне не так. Я звоню ей и говорю, я что тебя прессовала насчет денег? Она мне говорит, нет. Я говорю, зачем тогда ты ему так говоришь? То есть выставляешь меня в таком вот свете. Ты наоборот, говорю, должна сказать спасибо, что в трудную минуту я тебе помогла. Я тебе изначально сказала, что я тебе могу помочь всего на три месяца. И она мне говорит, я это специально так сказала, чтобы он быстрее нашел мне деньги. Я говорю, я понимаю, но у нас куча общих знакомых. Зачем выставлять меня в таком свете? Потом было еще интереснее. Потом этот парень, с которым она рассталась, он решил забрать у нее все, что он ей когда-то купил. Потому что она раз и взяла и променяла его на другого. И он отнял у нее телефон, отнял огромного медведя, которого я ей подарил. Это вообще не по-мужски, я считаю, и некрасиво крайне. Короче, в результате, ребят, никто мне так и не вернул мои деньги. Точнее, вернул просто одну третью часть с этих денег. И потом сказали, что потом все остальное я тебе верну, не беспокойся. Так и не вернули. И я просто себе сделала вывод о том, что никогда не давайте деньги в долг непроверенным людям. Потому что потом вы еще останетесь виноватой в этом. И еще вам и не отдадут эти деньги. Потом она просто разозлилась на то, что я взяла эти деньги. Она говорит, у меня нету, нету, я у кого-то в долг взяла, я тебе отдаю, а ты у меня их взяла. Проходит неделя. У меня на тот период уже был парень. И когда у нас только зарождались отношения с этим парнем, мне он не очень нравился. Но он хорошо ухаживал за мной, был такой добрый, воспитанный. Серьезный. И все дела. Я подруге говорила о том, что мне не нравится его нос. У него какой-то кривой нос. Он еще маленький рост. Но, блин, среди девочек бывают такие разговоры. И получается, после того, как мы перестали общаться, с моей подругой, моему парню скидываются переписки, где я говорю, что он какой-то кривой косой. Но я реально это говорила. Но я говорила это, когда в начале. Он мне совершенно не нравился. Я просто начала общаться чисто из-за характера человека. А потом в результате мне он понравился сам как человек. Как парень, то есть. Но я была в шоке от того, что ее сестра взяла и скинула эти переписки. Часть правды в их словах, она действительно была. Были скрины. Но они это настолько преувеличили. Добавили еще какие-то истории. Очень грязные, непонятные истории. Которых вообще реально не было. То есть вообще мне было-то тогда, я только школу закончила. Вот. И рассказали парню. Парень рассказал об этом мне, потому что в их словах, то есть были моменты, где не сходились слова. Я подвинула немножко ближе к вам. В общем, такие вот моменты у меня в жизни были. Я была в шоке от того, что я тебе плохого сделала. Ты взяла и просто такой вот делаешь. Но ее сестра такая говорит, что бросай ее, типа давай встречаться. Она про тебя говорила такие гадости. Ты достойен лучшего. Но я говорила это, блин, год назад. Когда, ну, все, ну, девочки меня поймут. Ну, когда только начинаешь встречаться, там делишь с подружками, что, ой, вот вы сходили, а там тебе что-то не понравилось. Ну, ты же ему в лицо не говоришь, что у него там, не знаю, джинсы старые были на нем, да. Ну, это просто между нами, между девочками. Никогда не думала, что это может выйти вот так вот. Они были три сестры, и моя подруга была средней из этих сестер. Вот эти скрины отправила младшая. Вот. И, как бы, старшая, она нормальная, то есть она не такая, как они, она вообще другой человек. У меня, знаете, вещи так, там, не знаю, на свое имя кредиты беру для других людей, а потом удивляюсь, что люди такие плохие, да. Поэтому я всегда говорю, что человек сам виноват, что его, как бы, обманули в плане денег. Вот, например, когда ты берешь кредит на непроверенного человека, вот чем ты думаешь? Например, это мне стало уроком. Пусть я потеряла денежку, но это стало мне уроком. В следующий раз непроверенным людям в долг я деньги не дам. И не даю. Один раз я ходила, то есть к мастеру бровей. Вот, я ее видела три раза всего, и она мне попросила, ну, на российские деньги, 5000 рублей в долг. То есть я человека знаю три раза. Всего три раза, три или четыре раза ходила на брови. И она сразу так к себе располагает, и все такое. Она говорит, мне срочно нужны деньги, может дать мне в долг. И, может быть, вы меня не поймете, но я не дала эти деньги, потому что мне не хочется портить настроение, портить с кем-то отношения. Может быть, она бы и отдала мне эти деньги, но непроверенным людям уже деньги я не даю. Лучше не дать и стать плохой, чем дать и потом стать плохой. То есть я считаю, что в какой-то степени я сама виновата в этой ситуации. Я знала, что в сентябре мне тоже нужны эти деньги. Я знала, какой она человек. Она говорила своему парню, что вот я вышла на работу, и босс ко мне пристает. А дело было не в этом. Ей просто как бы не нравилось на работе, ей больше нравилось сидеть дома, смотреть ютубчик и все такое. Она говорит, пусть лучше он работает и дает деньги мне, чем я тоже буду работать, там запариваться по всему этому поводу, не знаю, в автобусах дохрена народа, в этом пути ехать куда-то. В том числе, если человек так относится к своим парням, ждите, что и к вам будет такое отношение когда-нибудь. Парень, естественно, когда услышал, что босс к ней пристает, как настоящий мужчина, он сказал, что сиди дома, я буду работать даже на двух работах, и я вот эту сумму, которую тебе платят на работе, буду давать тебе я. То есть вот такие ситуации, они должны стать уроком. А мне уроком не бывает, только я сама должна, вот не знаю, головой удариться. Это мой рассказ совершенно не касается, например, Шелли. Она замечательный человек, добрый души, с ней никогда не бывает таких проблем. Или, например, с Фати. Никогда у нас денежных вопросов никогда не возникает. То есть разочаровавшись в одном человеке, нельзя про всех говорить, что вот женской дружбы не бывает, все такие, сякие и так далее. Нельзя так. Меня еще, знаете, когда насторожить должно было? Это когда мы только начали дружить, она меня познакомила со своими сестрами. И вот эта младшая начала рассказывать о том, что у вот этой вот средней сестры, с которой я дружу, была подруга. Такая последняя шея Б. Ой, ужас, говорит, такая сука, говорит. То есть у трех сестер ни у одной не было ни одной подруги. То есть тогда уже я должна была задуматься о том, что я попала не в ту компанию. Вообще, я считаю, что такие грязные истории лучше не рассказывать, потому что у всех в жизни они бывают. Напишите, пожалуйста, в комментариях, когда у вас были такие вот ситуации, связанные с деньгами, с друзьями или с подругами. Я заметила, чем больше сокровенного я вам рассказываю, тем ближе вы ко мне становитесь. Поэтому я думаю, что здесь нет ничего такого. Я вас всех очень сильно люблю. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok